здравствуйте друзья в эфире канал ньюаш вот и с вами я юрий гимельфар мой подписчик владимир прислал мне письмо позволит зачитать юрий анатольевич слушая ваши высказывания насчет ссср я часто вспоминаю выложенный в интернете ролик в нем показано как школьница учениц примерно девятого класса жестоко избивает мальчика ученика примерно 6 класса избивает подчеркиваю очень жестоко ногами бьет по лицу как по футбольному мячу разбегается и сходу прыгает на лежачего мальчика собрались взрослые стали и говорить что же ты творишь она им отвечает он мою маму б обозвал и взрослые начинали медленно расходиться а девочка продолжала бить мальчика приговаривает пускай моя мама б но это моя мама так вот пускай ссср вполне допускаю это был не совсем хорош но это наша родина мы в ссср родились и должны любить этого нашего родителя ведь родину и родителей человек не выбирает так что позвольте мне с вами не согласиться не согласны опровергните и постарайтесь сделать это убедительно но если промолчить как всегда я не обижусь понимаю что вам неприятно отвечать на такие вопросы а у меня а меня за это простите это мои мысли спасибо за внимание ваш подписчик ну во первых я сразу же могу сказать что я отвечаю на все вопросы независимо от того приятно мне на это отвечать или неприятно а во вторых тут дел не в понятиях приятно неприятно в том что я очень удивился получив такое письмо поскольку наивно полагал что подобные вопросы я неоднократно уже изложил но надо так надо придется повторить и сделать это как можно более доступно и в данном случае я вот меня зацепила в этом письме то что вот слово должен слово родина и то что между понятием родина и ссср ставится знак равенства но давайте разберемся последовательно в начале друзья вот даже не вдаваясь в подробности того что такое родина и так далее я предлагаю давайте не будем как писал салтыков щедрин путать отечество и ваше превосходительство родина не эквивалентно государственному строю и уж тем более это не синоним конкретного правительства в рамках государственного строя это вот во первых давайте будем на этом основываться но все-таки разберемся с понятием родин возьму вашу покорную слугу я родился в саратове далее мой родной язык русский я живу в саратове скажите мне пожалуйста что изменилось вот лично для меня что саратов телепортировался куда-то в африку нет что здесь перестали говорить на русском языке тоже нет за исключением некоторое количество неологизма в русский язык со времен моего рождения практически не изменился поэтому мы приходим очень простому выводу что по сути дела не изменилось ничего и да раньше это была саратовская губерния во времена российской империи потом это стало во времена эссер саратовской областью сейчас кстати говоря это тоже осталось саратовской областью нет изменений и в данной ситуации поменялся только государственный строй мне могут возразить но территория это государство было другой до была но я опять же приведу в пример себя я например из 15 республик во времена ссср бывал только в украине белоруссии латвии и казахстане ну в расфсср еще вот я посетил 5 республик из 15 в таких республиках как молдавия армения узбекистан киргизстан я там просто не был и в этом отношении говорит что для меня вот лично если мы употребляем понятие родина что-то поменялось это совершенно неправомерно кстати раз мы заговорили с этих позиций и мой уважаемый подписчик приводит пример там девочки которая вступилась за свою мать и на основании этого многие употребляют такой вот термин родина мать ну это с моей точки зрения совершенно неправомерно ну по двум причинам во первых мать и равно как отец это конкретные личности государство личностью являться не может априорь ну не бывает так у а во вторых давайте мы не будем забывать что важно ведь не то что есть мать а то какая это мать понимаете одно дело это мать заботиться о своем ребенке одевает обувает кормит поэт учит заботиться о нем но это одно а если это алкоголичка которая бьет своих детей или выгоняет их на мороз когда и нужно потрахаться с очередным кхахалем то извините но вот с моей точки зрения такая мать в кавычках она заслуживает самого сурового осуждения причем тут на мой взгляд это без вариантов но важно здесь другое важно вот я еще раз напомню я подчеркну я подчеркну что мне резанула слух слова должен так вот друзья мы человек изначально априори никогда и никому ничего не должен долг может возникать только при наличии двух условий это осознанность и добровольность только так и никак иначе долг нельзя навязать форс-мажорными обстоятельствами нельзя навязать силой обманом и так далее и тому подобное и здесь бессмысленно говорить о том что ах вот я родился в ссср хотя еще раз подчеркиваю ссср и это государственный строй и я его критиковал и буду критиковать потому что это наиболее омерзительный государственный строй как и наиболее людоедская идеология которая вообще когда-либо существовала в природе но к родине это не имеет никакого отношения но вот тут возникает один на первый взгляд забавный парадокс государства а мы выяснили что государство и родина это вообще-то разные вещи она пытается заставить граждан себя полюбить как это делается стратегии вообще три никто ничего другого не придумал либо это предоставлять такие услуги государства людям и соответственно возможности гражданам чтобы они по сравнению с другими это ценили и вполне осязаемо любили именно такой образ жизни либо использовать репрессивный аппарат подавления либо третий вариант обман и зомбирование использование пропаганды так вот ответьте друзья сами себе на вопрос какую из этих трех стратегий избрал советский союз ответ очевиден сейчас по сути дела ситуация повторяется и ничего нового в данном случае чекисты не изобрели так вот наверное теперь надеюсь по крайней мере становится понятно что критикую я не родину и ругаю я не родину а отвратительный государственный строй в котором не было ничего хорошего но в заключение вот как раз я хотел бы подчеркнуть еще одну вещь не на многие мои критики часто называют предателем и так далее и тому подобное так вот здесь как раз уместно ответить и на этот вопрос так вот запомните господа что не у гражданина есть долг перед государством а наоборот у государства перед гражданином чьим трудом и на чьи налоги оно существует и вот уважение и любви достойно то государство которое не лезет на частную территорию своими грязными лапами и когда гражданин может выйти на крыльцо и сказать очень простую вещь этому государству пошло вон с моей частной собственности так вот что касается предательства я просто хочу пояснить что предательство это не критика правительства или государственного строя совсем нет и даже не переход условно говоря на сторону противника потому что надо смотреть при каких обстоятельствах это было вы же не будете называть беглого раба предателем нет точно так же не не является предателем рекрут то есть солдат призванный насильно и который дезертировал он не предатель предательство это сознательное нарушение добровольно принятых на себя обязательств сознательное нарушение обязательств которые были признаны осознанно и добровольно вот я умышленно дважды повторил эту фразу но вот поэтому я думаю становится понятно кто является реальными предателями так вот реальный предатель это люди которые осознанно и добровольно приняли на себя обязательства которые клянутся и продолжают клясться в лояльности народу и кстати говоря этих людей ну не при все богатой фантазии не заподозришь в том что они занимают свои высокие посты вопреки собственной воле и вот когда эти люди сознательно и целенаправленно работают против народа который им доверился который паразитирует на нем которые занимаются оболваниванием целой нации которые способствуют обнищанию и закабалению этой нации вот это и есть реальные предатели и мерзавцы и кстати вот по моим наблюдениям именно эта публика громче всех вопит о патриотизме и призывает окружающих к тому же самому к так называемым патриотизм все вам доброго подписывайтесь на канал не аж вот не забывайте ставить лайки и распространять это видео но напоминаю выводы всегда и во всем делать только вам друзья мои до встречи и и и и